На пешеходном переходе у здания по улице Серышева, 60, во вторник вечером попала под легковую машину 16-летняя школьница. Тинейджер шла домой, переходила оживленную улицу от административного здания в направлении краевой психиатрической больницы. Сбил с ног девушку шофер Тойоты Краун, ехавший от площади Серышева по второму ряду. Мужчина не увидел пешехода из-за попутного автомобиля, занимавшего первую полосу. Тот автолюбитель вовремя заметил ученицу 4-й гимназии и притормозил. Водитель Крауна не сразу понял зачем, а когда сообразил, резко отвернул в сторону, но все же сбил с ног появившуюся на пути девушку. Скорость была 30-35 км в час. Пострадавшая серьезных травм не получила, хоть и напугалась изрядно. Он закрыл обзоры, поэтому она уже вышла из-за нее, и я вот, вот она, я давай от нее уходить, и все. Ну конечно, она сначала начала побежала на ту сторону дороги. Я виновата, я виновата, простите меня. Я говорю, да какой виновата? Сразу усадили ее в машину, сразу вызвали скорую, все. Вот, усадили в машину, давай ее обтирать, спрашивать, что, как она, целая, не целая, руки, ноги целые. Ну и просто она, как получилось, что восьмя ударилась лицом. Разбившую нос Кристину медики увезли в больницу на детальный осмотр и успокоительную терапию. К месту аварии примчался отец девятиклассницы. От него и стало известно, что дочь шла домой и через две минуты должна была добраться до квартиры. Хабаровчанин работает в автошколе инструктором по вождению и прививает дочери дорожные знания с ранних лет. Та правил и не нарушала, просто проявила неосмотрительность. Подумала, что раз остановился один водитель, остановятся и другие. Я ее обучаю в ВДД, сколько раз говорил. От этого никто не застрахован. 45-летний водитель Крауна прошел обязательную для таких ДТП процедуру медицинского освидетельствования. Алкотестер показал нулевой результат. Хабаровчанин своей вины не отрицал. За 27 лет водительского стажа это первая существенная авария. Этот участник событий тоже связан с дорогами. Он водитель-дальнобойщик. Большую часть времени мужчина проводит на загородных шоссе, где пешеходов практически нет. Эта авария – живая иллюстрация случаев, которые повлекли внесение поправок в правила дорожного движения. Новая редакция требует от водителя следующего. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других машин, движущихся по соседним полосам, могут продолжать движение, лишь убедившись, что перед указанным транспортным средством нет пешеходов. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Кошелева и Степан Симонов.